Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова Елена и наша рубрика Усадьба для души. Мы сегодня с вами будем разговаривать о бегониях, но поскольку это семейство огромное и оно в большом количестве поступает в цветочные магазины, мы не будем путать сейчас друг друга и начнем разбираться с этим семейством поступательно. В частности, сегодня мы поговорим о бегонии вечно цветущей. Это растение известно практически всем. Такую бегонию вы можете встретить на садовых участках. Мы часто ими озеленяем всякие кашпо и прочие-прочие садовые скульптуры ими украшаем. Оно всем буквально известно. Мы его видим в нескольких вариантах обычно. С розовыми цветками, с ярко-карминно-красными цветами, белыми. Сортов достаточно много. Есть малютки крошечные, есть растения достигающие 40 сантиметров. Но тем не менее, казалось бы, как можно садовое растение приживить в комнатах. А дело в том, что все наоборот. Сначала комнатные растения были, а потом они уже попали в наши грунты. Естественно, после цветения в саду вы можете выкопать свое растение, спокойно его занести, например, в оранжерею или поставить к яркому окну зимой. И получить продолжительное цветение в течение практически всего года. Если вам удачно удается растение сохранить, вы его потом весна можете опять вернуть в сад. За такие его свойства, это растение так и называют бегоний вечноцветущий. Вот у меня в руках находится черенок. Как поступать с этим черенком и какие предварительные процедуры нужно знать и сделать, для того, чтобы его успешно вырасти. Дело в том, что у бегоний вечноцветущий, очень мясистый стебель. Каждый раз, когда вам нужно размножить растение с мясистым стеблем, это точно так же можно отнести и к стебелькам пеларгонии, которые часто у нас выращивают на окнах. Но о пеларгонии мы поговорим отдельно. Хотя кое-что я расскажу сейчас. Если вы хотите укоренять черенком, не через воду, а сразу в грунт, вы должны знать некоторые тонкости. Во-первых, все растения с мясистыми стеблями воду опускать бесполезно. Кроме гниения вы никакого эффекта не достигнете. Потому что запас влаги настолько мощный в стеблях, что дополнительное опускание в воду приведет просто к уничтожению и разгниванию ткани. Соответственно, такие растения лучше укоренять сразу в грунте. Для того, чтобы сделать это успешно, вы должны знать следующий момент. Никогда свежесрезанный стебель не надо пробовать черенковать. Вы должны обязательно дать ему возможность привялиться. Когда вы увидите, что у вас кожица стянулась у растения буквально в одну точку, и здесь уже раневая поверхность не выделяет ни сока, ничего, она стянута, это сигнал к тому, что это растение можно пробовать укоренять. Укоренять его можно либо под банкой стеклом, либо сделать мини-парничок, то есть в горшок установить карандаши или какие-то там трубочки для коктейля, и сверху надеть пакет и завернуть. Но можно просто пробовать укоренять, просто так растение втыкать в землю и аккуратно за ним ухаживать. Почему я так говорю? Дело в том, что бегония чемпион по укоренению. Это именно то растение, которое можно взять листовую пластинку, разрезать его на фрагменты, придавить к земле и получить от него молодые растения, которые пойдут буквально от фрагмента листа. Поэтому, в общем и целом, я думаю, что даже в неопытных руках это бегония вполне может превратиться в полноценное растение. Единственное, о чем хочу сказать. Мне, конечно, жалко вот этот бутончик, но если я собираюсь укоренять растение, я должна его сейчас освободить от излишних потребителей будущей влаги. Ну, во-первых, максимально... Я тут пока рассказывала, я потихоньку общипывала наше растение. Я объясню, для чего это дело. Мне сейчас надо его максимально освободить от будущих, так сказать, нахлебников, которые будут тянуть из него соки. А учитывая, что у него сейчас вообще нет корневой системы, мы не можем ему позволить умереть от того, что, например, бутончик пожелает распуститься и просто вытащить все соки из нашего черенка. Поэтому я убрала все крупные листовые пластинки. Оставила только два молодых листа. Теперь я отщипываю цветочный побег, хотя мне очень жалко его. В общем, его уже нету. И вот в таком виде черенок я буду укоренять. Что мне для этого необходимо? Я беру небольшой горшок. Вот. Сейчас на дно его я укладываю битый кирпич. В керамзит можете положить все, что вам заблагорассудится. Теперь надо воспользоваться почвой. Но поскольку это растение, после того, как оно укоренится, предположительно, у нас будет цвести, поэтому грудь берем сразу для цветущих растений. Он продается отдельно. Если хотите делать сами, можете использовать любую садовую землю. Единственное, для рыхлости добавьте, пожалуйста, приличную порцию перегноя. Дело в том, что бегония очень неприхотливое растение. Никакой проблемы с его выращиванием не возникает. А если вам еще надо и черенковать, вот как мне укоренить черенок, то, конечно, доля песка должна быть приличная добавлена. Больше она от вас ничего не потребует. В этом горшочке черенок должен не только приживиться, но и показать нам первое цветение. Сейчас я его сюда посажу. И, как вы заметили, без всяких дополнительных замачиваний. Вот таким образом. Если для пущей важности вы можете свой черенок обработать, например, корневином или каким-нибудь стимулятором роста корней. Но это уже, как говорится, для пущей важности. При таком подходе оно тем более пустит корни. Но я считаю, что у меня, и без всяких дополнительных от меня действий, это растение прекрасно должно прижиться. Что я сейчас буду с ним делать? Учитывая, что оно мясистое, у него нет корней. Мне легче будет ухаживать за ним при помощи пульверизатора. Вот таким образом, слегка его орошая, я буду поставить его в теплое место. Желательно чуть-чуть, конечно, притенять его от яркого солнца, если у вас на подоконнике таковое яркое освещение. Чуть-чуть притенять и дать ему возможность укорениться. Если я сильно не буду его заливать, и создам ему теплую среду, то вот, например, где-то градусов 25, чтобы снизу такая у него была температура, то такой черенок очень быстро укоренится. Но вообще мы торопиться никуда не будем. Плохим сигналом для нас будет, если, например, этот листик, который мы здесь оставили, начнет отпадать. Значит, тогда мы будем осторожно его раскапывать и смотреть, в каком состоянии находится наш черенок. В принципе, по большому счету, если мы, главное, не допустим перезалива этого черенка, сгнить он никак не должен. И учитывая, что у бегония великая стресс к жизни, я думаю, что мы никаких сложностей с черенкованием этого растения не будем иметь. Еще раз напоминаю, если вы решили размножить вашу бегонию, и у вас по каким-то причинам нету именно растения с корнями, вы можете смело отламывать побег, подвяливать его на воздухе, и потом уже подвяленный сажать небольшой горшочек с рыхлой почвой, осторожно его поливать, желательно при помощи пульверизатора, когда вы увидите, что ваше растение тронулось в рост, то есть вот здесь в пазухе основного листа проснется еще дополнительная почка, у вас появятся молодые листочки, это говорит о том, что растение у вас пошло в рост. С этого момента, по мере наращивания у него листьев и стеблей, вы более интенсивно его начнете поливать. Как его содержать дальше? Зимой его, конечно, если вы посадили не черенок, а растение с сада, зимой его лучше держать более-менее прохладно, поэтому обратите на это внимание, с небольшим поливом. Если же у вас жарко в доме, поливайте его активно, и как можно ярче дайте ему, пожалуйста, освещение. Если освещение будет достойное, оно будет продолжать свистеть. Если ему света будет не хватать, стебли начнут удлиняться и оголяться. Такое растение можете додержать до весны, а потом весной его сажайте, пожалуйста, прямо в сад, в садовый грунт, и дайте ему возможность набраться сил. А потом свое цветущее растение в ног поставите на окошко. Вот так вот бесконечно можно пересаживать в бегонию вечно цветущую, и наслаждаться ее прекрасным цветением. Если вам были полезны наши советы, попробуйте их применить в жизнь. Всего доброго!